Привет ребят! Многие спрашивали, как же меня чуть не убило цепью. Сейчас пройдем и посмотрим, как же все получилось. Попробуем вам пошагово рассказать. Сейчас идем в море. Вот она самая цепь. Вес ее, она в данном случае натянута. И значит что, отсюда она пошла, 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 пошла. Я стоял, получается, в конце мерил балласт. Сейчас пойдем и покажу. Кстати, вот матрос идет, который как раз и скинул. Марио зовут. Он ходит обиженный, а я его не трогаю. Ну, как говорится, дело случая. Сейчас я подойду как раз. Сколько вес? Ну, примерно каждое звено пол килограмма весит. Умножайте сколько звеньев и можно посчитать на скорость, которая развилась за эти 60 метров примерно. Вот. Вес. Пишите комментарий, кто сколько подсчитывает. У кого с физикой все нормально. Так. Сделаем, получается, вот здесь. Мерил балласт. Мерил балласт. Высота здесь примерно метр. И цепь упала. Упала мне прямо вот на лодыжку. Перелом внутренней лодыжки со смещением. Здесь даже прощипывается у меня до сих пор. Трещина, она еще не обросла. И наружная, без смещения. Что, ребят, соблюдайте технику безопасности. Да и даже если соблюдаете, конечно, никогда не ждешь. В общем, цепь полоскомится. Назад идет, да. Цепь еще не пошла, да? Не-не-не-не. Вот он тут чистит, чистит себе как бы. Да, вот здесь ты встал. Здесь ты встал. Вот сейчас повернулся. Все-таки, наверное, был лицом в нос. Я так понимаю. Вот сейчас повернулся в корму. Посмотрел назад. Вот, видимо, смотришь на ногу. Ну, видимо, ты такое почувствовал удар по ноге. И потом присел. А Марио, видишь, вообще ноги манчатые. Ходит, ходит туда-сюда. Он, видно, ну, растерялся вообще. Вот он сейчас побежал, наверное, за помощью. Не знаю, куда он прибежал. Ну, там, ноил-мыл корму. Да. Матрус подлетал в районе корма, ну, на комминце с кормы. Я мерил балласт с левого борта в районе первого трюма, получается. И цепь, которую он отгибал, вот эта вся, которая от экскаватора, на меня, блин, блять, сверху. Начина с каски, лицо и уже потом ногу. Сейчас под вопросом перелом. Ждем скорой, короче. Фух, так что вот такие дела. Три дня до дома попал в такую ситуацию неприятную. До погрузки осталось два часа, чтобы закончить. Короче, как-то так, друзья. Бывает. Каска обязательно, кстати. Критану, спасибо, что он мне говорил про каску. Впереди всех забываю. Сейчас она у меня была одета. Так бы голову размозжила просто. Все, всем пока. Всех с наступающим Новым Годом. С роликами сейчас будет немножко напряжней, наверное. Вот, вот я сижу. Был в каске. То есть, по касательно каска прошла, губа разбита. Сознание потерял, то есть, зацепила челюсть по рукам. Я думал, реально на меня обрушилось что-то очень тяжелое. И, наверное, первую минуту я был просто в шоке, как это все произошло. Потом просто сел и уже не мог встать. Ну, в смысле идти. Немножко штормило. Потом через минут пять отпустилось, когда народ подошел, дали воды попить. И, соответственно, я уже выдвинулся в сторону своей каюты. Вот до сих пор я хожу без носка на правой ноге. Потому что с носком нога, во-первых, туго сидит в ботинке. Хотя и тот же другой ботинок одинаков. Голой ногой нормально. Три месяца завтра будет. Я еще пока хромаю. Вот так вот на ровном месте получают травмы моряки. Но в мой случай еще более счастливым концом. Смотрите, какая красота. Норвежский берег. Все, всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok